МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Наконец-таки я дождалась сезона абрикос. Привезли из Ростовской области настоящие деревенские домашние абрикосы. Очень ароматные и очень вкусные. Поэтому готовлю пастилу абрикосово-банановую. В прошлом году я опробовала этот рецепт. Всей моей семье очень он понравился, поэтому решила и для вас снять видео. Вообще приготовление пастилы, это, конечно, процесс творческий. И с продуктами можно поиграться уже по своему вкусу. Но сам принцип приготовления я сегодня вам покажу. И еще хочу сразу оговориться, что видео снимаю не просто сухой рецепт, где сколько нужно взять в граммах и показать готовый результат. Я снимаю видео в формате, знаете, если бы вы об этом рецепте спросили свою подружку, с моментом, а поговорить. Поэтому, кому нравится такой формат видео, давайте начнем готовить. Все фрукты, ягоды, овощи для пастилы я делю условно на две группы. Это вязкие и хрупкие. К вязким я отношу, это черная смородина, крыжовник, виноград, слива, что там еще, вишня. Вот если их просто посушить, то они будут сохнуть днями. И по итогу все равно очень сильно будут липнуть. Поэтому такие вязкие фрукты я разбавляю хрупкими. Это, допустим, кабачок, огурец, можно использовать тыкву. Допустим, есть у меня такой рецепт, я его уже как-то снимала на канале, оставлю ссылку. К черной смородине идеально подходит кабачок. К абрикосу хорошо подходит банан. Мне очень нравится это сочетание. К яблоку абрикосам также подходит слива, вишня. И хорошо сочетаются груши с виноградом. Ну, знаете, яблоки с грушей тоже очень хорошо сочетаются. Итак, я сегодня готовлю абрикосово-банановую пастилу, как я уже сказала. По итогу приготовления получается вот такая красота. Сворачиваю я ее в трубочку, она очень интересно так смотрится. По поводу хранения и так далее, я уже это расскажу в конце видео. Для приготовления понадобится абрикос, бананы. Абрикос берем в соотношении к банану 2 к 1, чтобы банан не заглушил вкус и аромат абрикоса, поэтому берем две части абрикос и одну часть банана. Также нам понадобится сахар. Здесь с сахаром, смотрите, можно поиграться, потому что абрикосы бывают разные, бывают более суховатые, водянистые, менее сладкие, слишком сладкие. Тогда сахар вам вообще не понадобится. Еще смотрите, что банан тоже сладкий. Все. Как мы будем измельчать абрикосы с бананом? Смотрите, блендера у меня с большой чашей нет. Погружным блендером с абрикоса сложновато работать. Допустим, я блендером погружным делаю смородину, измельчаю. Здесь на помощь к вам придет эта машинка, мясорубка. Просто возьмите вот эту сеточку, самую мелкую. То есть вот к машинкам обычно идет там 2-3 насадки с отверстиями. Вот возьмите самую-самую мелкую. И все. И вам блендер никакой не понадобится. Специально его покупать, чтобы делать, допустим, пастилу. И она очень хорошо измельчает и будет основа пюреобразным, без комочков. Итак, получилось пюре. Еще упустила момент и не сказала, что все фрукты и ягоды для пастилы я не привариваю. Стакан сахара. То есть сейчас примерно разделю на 2 части и высыплю в этой емкости. И хорошо перемешиваю. По вкусу смотрите сами, пробуйте. Оставляю на минут 10-15, чтобы сахар разошелся слегка. И обязательно накрываю крышкой, потому что на воздухе абрикос темнеет. Прошло минут 10-15. Опять хорошо перемешиваю основу для пастилы. Убираю в сторону. Здесь я уже приготовила поддоны от сушилки, потому что пастилу я сушу в сушилке. Этот поддон решетчатый. И на него устанавливается специальный поддон для пастилы. Я не знаю, это материал что-то типа силикона. Я поддон обязательно смазываю растительным маслом, которое без запаха. То есть беру ватный диск, смачиваю в масле и аккуратно протираю поддон. Обязательно хорошо нужно протереть вот возле этого отверстия, потому что здесь высыхает быстрее пастила, и чтобы она не прилипала. Что хочу сказать о сушилке. Сушилка у меня Вольтера 1000 люкс. Я ею очень довольна. Она у меня уже, по-моему, года 3 точно. И сушую я на ней много. Поверьте мне, пастилу я не сушу. Там 5 рулетиков и все. Я сушу пастилы очень много. Также вялить томаты я здесь делаю. Сушу чеснок. Ну, в общем, много чего. Она у меня, знаете, просто так не стоит. Она уже давно-давно себя окупила. Вот. Поэтому, если есть возможность, берите сушилку и берите сразу 10 поддонов. То есть сушилка идет в комплекте с 5 поддонами. И, по-моему, 1 или 2 поддона для пастилы. Я взяла еще 5 поддонов, плюс 10 взяла для пастилы поддончиков. Потому что, поверьте мне, если вы начнете сушить пастилу, то играться с 5 поддонами и с 5 вот этими для пастилы, ну, нету смысла. Ну, возьмите 10 и не мучайте ни себя, ни пастилу. Так, это будет выгоднее намного. У меня есть вот такой половничек. Он, я не знаю, сколько он у грамм, но на 1 поддон я выливаю 5 таких половников. Это примерно у меня здесь 300 грамм. на 1 поддон. 3, 4, 5. 5 половников. Распределяю пастилу я вот такой силиконовой, не знаю, щеточкой или как это назвать. Я к ней приноровилась, она мне очень нравится. Она, так, знаете, равномерно распределяет по поддону вот это пюре. Мне очень нравится. Не надо здесь ложкой ничего вытворять. Просто этой кисточкой она хорошо размазывает так. И очень равномерно получается. И нету, знаете, всяких потеков на решетчатом поддоне. Замечательно. Может, кто-то увидит, тоже так понравится, попробует. Я уже высчитала, сколько мне нужно на 1 поддон половников, потому что я не первый раз делаю пастилу. И мне нравится, когда при высыхании она и не толстая, знаете, и не такая прям тонюсенькая. В общем, то, что вообще нужно для пастилы. Смотрите, как хорошо все это распределяется. Но это я сейчас вам медленно показываю. Вообще, все это действие я делаю очень быстро. На камеру, конечно, помедленнее получается. Аккуратно все распределяем, чтобы ни бока вот эти не замазать, ничего. Потому что вам это все равно нужно будет мыть. Поэтому изначально делайте все аккуратно. И вот таким легким движением немножко мы ее также выравниваем. И смотрите, как красиво получается. Вот такая будет красивая пастила, и она будет вся ровненькая. Еще хочу сказать один момент, что, вот смотрите, вы выливаете по 5 половников, допустим, на одну решетку, да, на один коврик. И не делайте так, что когда у вас там остается 2 поддона пустых, и у вас остается вот эта основа, да, пастилы, не надо выливать в 2 оставшихся 8 половников. Если у вас осталось пюре, вот эта, да, основа, поставьте в холодильник, накройте и уберите в холодильник. И ничего страшного не будет. Сделайте на следующий день, когда у вас первая партия высохнет. Я так делаю всегда, потому что пюре всегда остается. Не так, знаете, никогда не угадаешь, сколько останется, чтобы все почистую, да, заложить в эту, в сушку. Останется, ничего страшного, высохнет. На следующий день сделайте еще. А то получится, что у вас те поддоны, где у вас одинаковое количество заложено, допустим, по 5 половников, высохнет. А там, где вы заложили 7 половников, она у вас будет сырая, и вам ее будет, да, досушивать. То есть не очень удобно. Поэтому делайте пастилу все одинаковую, чтобы она у вас одинаково высыхала. Вы закладывали порцию новую. Вот 10 поддонов для пастилы идеальное количество. Не пожалейте денег и купите 10 поддонов. Не жадничайте, потому что, ну, на семью, семья у меня маленькая, да, маленькая, и то я делаю очень много пастилы, очень много. Если бы у меня было бы 5 поддонов, но это вообще бы игра какая-то была бы, а не сушка. А так 10 заложили уже как хорошо, все равно сушится. Пускай у вас хоть 10, хоть 5 поддонов, они все высохнут одинаково. Поэтому зачем гонять сушилку из-за 5, когда можно высушить 10. Таким легким движением опять разровняли и ставим. Заложила я основу пастилы в сушилку, получилось 10 поддонов. Вкратце хочу рассказать еще раз о ней. Это Вольтера 1000 Люкс. Я ею довольна, пользуюсь уже, по-моему, 3 года, и ни разу она меня не подводила. Хочу сказать одно, что будь у вас хоть сушилка золотая, понимаете, если вы за ней не будете ухаживать, поэтому она и может поломаться. Дорогая, дешевая. Вольтера, она из класса среднего, я ее, по-моему, покупала за 8 тысяч. Довольна и другую никакую не хочу. Ухаживая, это, конечно же, нужно каждый раз мыть и сетчатые поддоны после каждого использования, и поддоны для пастилы. Вы не забывайте, что вы при сушке пастилы используете подсолнечное масло, а оно имеет такое свойство давать вот эту пленку желтую, как, так сказать, нагарчик, да, который потом со временем невозможно никогда будет вымыть. Поддоны моют для пастилы только губкой или мягкой тряпкой, потому что если абразивными веществами мыть поддоны, образуются вот эти микротрещины, и затем пастила у вас со временем будет прилипать даже к этим поддонам. Мажете вы их маслом или не мажете, все равно будет прилипать. Основной вот этот уход, держать ее там, не где-то там в сарае, чтобы она валялась, а в хороших условиях, и она вам прослужит, я не знаю, 100 лет. Эта Вольтера 1000 люкс немножко уже устарела, конечно, здесь нет датчика времени, то есть можно там на 10 часов выставить, и она автоматически выключится. Но это не проблема, мне писали в комментариях, что можно отдельно датчик этот купить, вставлять его в розетку, и вообще проблем никаких не будет. Поэтому у меня его до сих пор, собственно говоря, нет, но я и не переживаю, потому что я сушу в основном ночью, ставлю, и на утро я ее уже вытаскиваю и скручиваю. Насчет шумности хочу сказать. Шум у нее средний, она не работает там как трактор или еще что-то. Некоторые сушилки дорогие, поверьте мне, они еще шумнее работают, чем вот эта Вольтера. Шум, конечно, издает, но вы поймите, что любая сушилка, даже дорогая, она будет шуметь. Не надо просто сушилку ставить там, где вы спите, там возле своей головы. Понятно, вы не уснете никогда в жизни. У меня сушилка ночью стоит на кухне, а сплю я, конечно, в комнате, и мне вообще дискомфорта никакого не вызывает. Утром встала, выключила, скрутила ее и пошла на работу. В общем, довольна, я так вот вкратце вам рассказала. Если кто-то захочет покупать, конечно, надо купить Вольтеру не где-то там, не знаю, за углом, может быть, это какая-то будет подделка, я не знаю. Я покупала с завода. Поэтому я надеюсь, что это не подделка, а все от производителя. Сам пластик очень довольно-таки на ощупь качественный, все в порядке. Ну вот, я еще раз говорю, что я покупала ее года три назад, и качество отличное. Не знаю, как сейчас они делают, спустя там три года. Не могу за это ручаться. Все, я сейчас выставила на 45, и нажму кнопку, и вы послушайте, какой шум издает Вольтера 1000. И решите для себя, нужна вам такая сушилка или нет. Доброе утро. Сейчас 6 часов утра, пастила готова. В общей сложности сушилась 12 часов. Самый главный момент, не пересушить, потому что тяжело будет сниматься с поддона, и плохо будет скручиваться. И лучше всего сделать это, как только вы выключили сушилку, чтобы пастила не остыла. Тогда она более пластичная, и с ней легче работать. Прекрасно все снимается. Я этот круг разрезаю на 4 части. У пастилы одна сторона шершавая, а другая сторона глянцевая. Вот такая глянцевая, и внешняя сторона шершавая. Вот шершавой стороной я скручиваю, чтобы она была сверху. Нравится мне так. Вот таким образом. Очень легко скручивается, потому что высохла так, как нужно. К рукам не липнет. Сразу я пастилу не убираю в контейнер, в котором храню, а даю ей еще полежать на столе минут 15, чтобы она очень хорошо остыла, потому что пастила еще теплая. Как я уже говорила, что изначально сырье для пастилы я не привариваю, поэтому она получается у меня, если можно так сказать, сырая. Храню ее в холодильнике. Я всю пастилу храню в холодильнике, потому что ее есть маленький ребенок, и, знаете, мало ли что. Много места это не занимает. Поэтому для меня этот вариант очень удобный. Смотрите, если вот хорошо высушенная пастила, как нужно, да, как она хорошо скручивается. Проблем нет. Все это быстро можно сделать. И уже вечером, опять в ночь, я заложу еще пастилу. Будет еще сушиться. На выходные буду собирать черную смородину, крыжовник, и тоже буду делать пастилу. Я вам обязательно покажу. Буду я это делать. В общем, делает мне интересное. Храню вот контейнер, перекладываю каждый слой пергаментной бумагой и выкладываю вот так эти трубочки. Сейчас не буду это делать, пускай пастила еще остынет. Вот и все хранение. Еще хочу сказать о таком важном моменте. Если у вас произошла ситуация, как у меня, допустим, большое количество абрикос, и за несколько дней их нереально обработать, абрикос долго не лежит, начинает портиться, сделайте так. Возьмите, перекрутите его и заложите в морозильную камеру. Вот. Только единственный могу посоветовать нюанс. Не добавляйте сюда ни сахара и не миксуйте с другими ягодами и фруктами. То есть только чистый абрикос. Все. Это у меня, допустим, в большом объеме замораживаю. Это вот в таких баночках, если вам просто нужно для микса, для пастилы. Очень удобная вещь. То же самое я делаю и с черной смородиной, с крыжовником, с малиной, с клубникой. И при разморозке вы никогда не поймете, что ягоды или фрукты были заморожены. Вот единственное, как я уже сказала, что не добавляйте ни сахар и не другие ягоды, фрукты. То же самое вот я буду делать с черной смородиной. Почему? Потому что я ее разбавляю с хрупким овощем. Это кабачок. Сейчас кабачки у меня только пошли. Они маленького размера и мы их срываем сразу и едим. То есть мы сначала едим, а потом делаем заготовки. Такие кабачки я для пастилы не использую, потому что они очень водянистые. Нужно, чтобы кабачок был в три раза минимум больше этого. Вот когда мы поедим кабачки, у меня черная смородина будет заморожена. Ждать, когда нарастут большие, я буду делать пастилу уже черно-смородиновую, кабачковую. В общем, вот так. Это только я вам говорю из своего личного опыта. Сегодня я с вами поделилась рецептом абрикосово-банановой пастилы. Если вам понравится, я буду очень рада. Насчет детей. Пастилу детям можно давать, когда вы начали уже прикорм. Только будьте осторожней. Если вы пастилу делаете на меде, чтобы не возникла аллергическая реакция у ребенка. А у меня на сегодня все. Я хочу вам пожелать того, чтобы вы побольше и почаще делали пастилу, готовили. Потому что это очень и очень вкусная вещь. Как для взрослого, так и для ребенка. Всего вам самого хорошего. И всем пока.